Оля Филенко представила свою книгу, которую она написала. И в книге есть множество имен Бога. И прошлой неделе мы говорили о том, как можно выбрать какое-то имя Бога. И сфокусироваться на нем, и восхищаться им. Размышлять об этом. Размышлять о Господе, что Он наш источник, что Он наша жизнь, что Он все для нас. И на прошлой неделе мы это практиковали, разбиваясь на группы. И у нас было множество свидетельств, как это изменило жизнь. И наша жизнь изменилась. Мы тоже это делали в Канзас-Сити. И каждый день мы выбираем какой-то аспект качества Бога и смотрим на это, восхищаемся, рассматриваем. Это действительно изменяет ваше сердце. Потому что вы смотрите на Него и соглашаетесь с тем, что говорит Слово о Нем. И это поднимается в вашем сердце. Вы просто питаетесь жизнью Божьей. И вот эта книга, о которой я говорю лицом к лицу называется. Очень рекомендую вам. И там, где есть регистрация, там есть эта книга. Леви, Тереса и я, мы планируем делать молитву восхищения. Просто смотря на Господа. Спасибо, Господь. Я хочу сфокусироваться на радости жениха. И мы можем найти это в разных местах Писания и также в Иоанна 3 главы. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Спасибо, Бог. Мы любим, что ты радостный, что ты наполнен радостью, как жених. И мы сегодня в этот вечер говорим, что ты жених, который танцуешь вокруг своей невесты. И ты счастлив, имея такую невесту. Ты счастлив по поводу меня. Ты наслаждаешься быть со мною, с твоей невестой. Я знаю это, потому что ты радостный. И я могу принять радость. Я могу принять от тебя твою радость, твое счастье. Я могу принять от тебя твое наслаждение, твою свободу. Ты мой Бог радости. Все мои фонтаны, они истекают из тебя. Я живу в тебе. В тебе вся моя радость. И ты посылаешь меня сегодня в твоей жизни, в твоей радости. И я благодарю тебя, что ты Бог, который свободно даешь радость. Радость, которая переливается. Ты посылаешь меня в мир с фонтаном радости. Наполненной, переполненной, просто выплескивающей. Я пью радость того, кто ты есть. Твоя радость ведет меня. Твоя радость ведет меня в твой мир. Твоими путями. Ты хороший лидер. Ты жених. Ты ведешь меня радостью, наслаждением твоим. Всегда со мною. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. И когда мы делаем это, я ободряю вас, говорить фразы, возвращая Ему, чтобы это было вашей молитвой, исходящей из вашего собственного сердца. Я благодарю Тебя сегодня, Иисус, что Ты тот, который любишь слышать мой голос. И Ты говоришь о нас, что голос приятен, мой голос приятен Тебе. Ты любишь, когда мы приходим пред Тобою и говорим к Тебе, Иисус. Спасибо, что как с Моисеем Ты прячешь нас в скале. И там Ты показываешь Свою славу нам. Спасибо, что Ты говоришь нам, что Ты Бог полный благодати, что Ты сострадательный, что Твое сердце, оно медленно на гнев по отношению к нам. Спасибо, что в нашей слабости Ты любишь нас. Спасибо, что Ты наслаждаешься нами. Что нам не нужно, чтобы у нас было все в полном ажуре для того, чтобы Ты был счастлив по поводу нас. Что даже смотря не на то, что в наших сердцах есть уголки, где нет порядка, Ты не указываешь нам на наши ошибки, но вместо этого Ты находишь доброе в нас. Ты благословляешь уже то хорошее, что в нас есть. Так же, как нежный муж будет говорить со своей женой и ободрять ее, укреплять ее сердце. Ты смотришь на наши сердца, Бог, и Ты видишь доброе, и Ты вызываешь это в бытие. Ты благословляешь доброе, и Словом Своим вызываешь это в жизни в нас. Твое сердце добро по отношению к нам. Твое сердце переполнено радостью по отношению к нам. И в Псалме 19 ты говоришь, что Твое благоволение и наслаждение в нас. Спасибо, что ты сегодня наслаждаешься мною. Ты полностью наслаждаешься мной сегодня. Спасибо, что это реальность. Спасибо, что это истина. Именно поэтому я счастлив. Я счастлив по этому поводу, Бог. Ты реальный, Бог. Ты реальный, Бог. Ты истинный. Ты действительно имеешь глаза, которые смотрят на нас. Ты действительно любишь нас, Бог. Иногда это кажется, слишком хорошим, чтобы в это поверить, но это правда. Спасибо. Мы принимаем Твою любовь сегодня, Иисус. Спасибо, Бог. Спасибо, Бог. Спасибо, Бог. Иисус. Отец, мы говорим сегодня Тебе, Исайя 45, что Ты Бог, который любишь давать благие дары, что Ты даятель добрых даров. И Ты в Иисус 45 говоришь, что Ты даешь сокровища сокрытые в тайне, богатства сокрытые, чтобы Я могла знать, что Я Твоя. Ты знаешь нас по имени. Ты зовешь каждого из нас по имени. И Ты нас к Себе зовешь, просто чтобы давать дары добрые. Что Ты даятель добрых даров. И Ты накрыл стол, Ты накрыл банкет для нас. Ты приготовил банкет, Ты приготовил столы для нас. И Ты позвал каждого из нас по имени и сказал, приди, приди и ешь от сладости моей. Дай мне, позволь мне одарить Тебя подарками, сокровищами, которые сокрыты в моем сердце, чтобы Ты мог знать меня. Спасибо, Отец. Спасибо за то, что Ты сегодня открываешь себя нам. Ты даешь нам знать Твое имя сегодня. Ты даешь нам знать Тебя как утешитель, как милующий. Мы любим Тебя, любим Твои дары, любим Твои подарки. Спасибо, Отец. Мы просим больше. Пожалуйста, дай нам сегодня больше. Дай нам больше Твоей благости сегодня. Открой сегодня небеса здесь, Отец. И я говорю, я провозглашаю, что небеса открыты сегодня, потому что Ты даятель добрых даров, Отец. Что Ты дашь нам сегодня пить Твою благость. Что Ты, проходя, позволишь нам увидеть лицо Твое. Спасибо, Отец. Спасибо, что Ты призвал меня, позвал меня по имени. Назвал меня той, которой благоволение Твое. Я Твоя особенная. Спасибо, Бог. Мы приглашаем Дух Откровения. Мы говорим, прийди еще больше Дух Святой. Открой сокровища. Те сокровища, о которых мы писали в 45 главе. Глубокие сокровища небесные, сокровища Божьи. На земле, как и на небе сегодня, в этой комнате, в наших сердцах, в наших разумах. Сокровища добрые, которые были сокрыты специально для нас, для тех, которые любят Тебя. Да. Спасибо, Амин. Спасибо, Отец. Это было отлично.